так здравствуйте товарищи тема сегодняшнего занятия у нас классы классы может быть вы знаете что такое классы мне не надо будет рассказывать вот вы наверняка знаете вы уже про революцию написали классы это что это правильно то есть вот например про меня может сказать преподаватель это животное ну если в подробности не входить над я же не растение правда вот то есть вот если я увижу около метро стоят там группы они же социальные они же не какие-то не морские животные точно социальные что ли собрались выпить то ли собрались куда-то пойти в кафе просто так поговорить ну стоят там стоят в социальной группы это класса есть вас а вы вот эта социальная группа не представляете что ли вот я смотрю вот у вас тут или вот тут две группы тут трое тут одна группа такая какая-то сиротливая группа здесь такая оживленная какое-то определение странное как бы получить но вы можете оправдаться очень просто сказать а вы лекции еще не читали требуйте определения это вы обороняетесь то что этот преподавателями начать нельзя они все время нажимают зачем нажимать если чтобы выжать из вас какие-то знания или незнание выжить чтобы узнать что у вас есть незнание чтобы его превратить в знания это нормально совершенно делать но то есть я да и чувствую вы не обижайтесь когда нападает вот сейчас мы ее и спросим здравствуйте вот никто не знает что такое класс сказали вот вы придете и расскажите так ли было вот объясните людям что такое классы народ темен не знает классы а прослойка это ведь есть пироги еле тут что то есть тут что то есть а это классы прослойка что наполнитель там вот над классами под классами если класс это прослойка вам что больше нравится слойка или прослойка вот слой когда много слоев слойка вкуснее на вас можно сказать надеялись нет вы тоже можете оправдаться хотя бы еще лекцию эту не читали что спрашиваете это будет правильно я вообще вы имеете ввиду что надо лучшая защита нападения тем более вы конфликтологи еще конфликтов то боитесь чего бояться со мной конфликтовать ничего страшного ничего страшного никто вас не бьет нам бить запрещено студентам поэтому я не знаю чего бояться словами никто никого не убьет прослойка что там за слои тогда что между ними прослойка такая маленькая вот интеллигенция это такая прослойка между как-то туда слои непонятно не знаю что это такое так ну я понял значит то есть я думал что может мне не надо лекцию читать я понял что надо тогда я буду читать лекцию классы значит классы это понятие связаны с целым процессом научным с классификации классификации во всех науках многочисленные предметы и объекты которые науки изучают до требуют классификации что значит требует то есть их без классификации вы будете иметь дело с с тысячами десятками тысяч или с миллионами или с миллиардами элементов которые немыслимо изучать сразу все их надо как-то группировать да сколько человек на земле сколько больше чего больше 7 миллиардов и каждому нужен индивидуальный подход и как вы будете изучать если к каждому индивидуальный подход то мы пропали только фамилии начнете переписывать и не кончится ваша жизнь и так вы не перепишите человеческий волос если увеличить миллион раз знаете какой будет высоты волос миллион раз в миллион не миллиард миллион это будет высота пятиэтажного дома то есть его увеличить а тут миллиарды значит тут вопрос о классификации возникает во всех науках а растений видимо-невидимо рано как ботаники приходится квалифицировать а животных какие только нет самые простые животные как какие узнаете самые простые но с простого надо начинать вам показывали в школе объясняли простейшие какие животные амеба инфузория туфелька амеба это уже вы рванули вперед здорово инфузория туфелька одна клетка одна клетка тоже тоже надо вам это вам понравилось амеба хорошо сколько этих животных их тоже больше а больше всего каких животных на земле назовите насекомых него немного больше всего червей вы курочку или огурочка что съела перед этим что она кушает больше всего любой червяков то есть нас отделяет один слой животного населения так ну вот как то надо классифицировать как классифицирует растение что такое растение вы знаете что такое растение что делать так про энергии услышал дальше не услышал вы специально тихо говорите чтобы я не смог услышать или не знаете что такое растение ну растение что-то бы может я не я не громко вы скажите пожалуйста что такое растение имеют возможность а вы не имеете они имеют просто им будет повезло нам не повезло так как называется это то что позволяет создавать органическое вещество а что значит органическое вещество что вы имеете ввиду если я плюнул что они не создала органическое вещество и что думаете этот вот так тогда верблюд создается органическое вещество гораздо больше это же органическое вещество это же не не органическое как-то непонятно органическая химия органическая химия что изучает животных органическая химия знаете это органика органические там органические молекулы они большие просто поэтому так считывает на органику вас потянула почему это почему на органику жизнь знаете что такое жизнь и знаешь что такое жизнь что у вас кто есть люди которые не знают что такое жизнь вот до чего дошли мы не знаю люди до жизни не знают и вы не знаете что такое жизнь вы хотите другое мне дать органическое вещество а жизни что такое и вы не знаете процесс хорошо это процесс то есть если я умираю в этом и состоит жизнь да понял что то что это точно умирание это точно процесс вот если распиливает кого-нибудь такой вид казни это процесс это жизни есть да понятно а у вас как жизнью контакты были какие-то жизни иногда я начинаю думать какой я умный и мне даже становится неудобно но как это я вот такие достойные умы мужей и гражданки я вдруг конечно такие вещи говорю жизнь дорогие товарищи это способ существования белковых тел белковых никаких то просто органических а белковых а белки вот вы хотели вот если бы про белки это говорили белки возникают в процессе как называется процесс создания белков а чё у вас не было биологии в школе а вы в жили в переходный период капитализму понятно а мы в мрачные годы тоталитаризма попробовал бы я не знаю что такое белок ну кто-то белок что такое значит процесс создания белков это что это называется фотосинтез фотосинтез и какие органические вещества или тела обладает свойством фотосинтеза то есть способна проводить фотосинтез вот вы можете осуществлять фотосинтез нет не можете и вы не можете но вы тоже не может а кто может растением от учитесь есть у нас человек который знает что с фотосинтез осуществляет растение они тянут из земли что воду с минеральными веществами и в хлорофилловых зернах листьях зеленые они почему там хлорофилл в листьях осуществляется фотосинтез то есть под воздействием солнечного цвета из вот этой воды минеральных веществ они образуют белки белки а жизнь это способ существования белковых тел поэтому своей жизнью мы обязаны растения и их фотосинтезу потому что если бы поросения прекратили фотосинтез все весь животный мир вымер вы почему потому что животные не могут осуществлять фотосинтез поэтому вот уже классификация пошла мы разделили все живое на 2 класса класс один класс растения другой класс животные и не знаем куда деть только грибы грибы вы к какому вы отнесли к работе к животным или к растению белок у них по качеству такой же как мясо и шляпа есть нога есть правда одна иногда бывает как и две торчит но это редко вот в основном одна нога нога и шляпа видно что интеллигент вот рук нет тем более а зачем они работать ему не надо ничего руками откуда его отнести к рабу фотосинтез осуществляется нет значит он не может осуществлять это человеку изуродованные растения или или это изуродованные животные или это границы между животными растениями что-то в этом роде да да поэтому определение грибов очень простое без хлорофиловое растение нет у него вараке вараке сейчас лекция перед вами после лекции без хлорофиловое растения вот что такое но это вот мы уже хоть какие-то классы выделили расклассифицировали растение в одну сторону животные в другую сторону а среди растений классификацию кто проводит ботаники да это же этих растений море и вот для того чтобы расклассифицировать существует разные принципы классификации которые изучаются в ботанике мы с вами не изучаем но у них есть свои такие способы то есть как определяется какие у кого корни какие у кого стебли какие у кого листья есть листья резны и вот тысячи листниках устроились там как будто действительно тысячи листьев да а с ними соревнуются животные сорока ножки у которых вот так много ног что если бы это были люди такие сорока ножки то надо бы туго было с обувью сорока ножка это вы знаете сколько туфель надо и чтоб все хорошие были красивые сорок ног а детям пока оденешь уже надо снимать потому что день закончился но нас миновала чаша сия короче говоря вот потому какие цветы и плоды листья и так далее определяется то какие-то растения есть хвойные растения да вот листья это хвойные растения или не или листьяные лисеница хвойные или листьяные не видели листья не сушку а ну какое-то растение если вы были бы сейчас на занятиях по ботанией правильно вы высказали что хвойные а почему называется лисеница она что она не на и легальном положении вот совершенно правильно то есть она как к листью на и деревья сбрасывают или свою свою и сейчас вот они стоят голые уже уж елки там и сосны они так и стоят все зелененькие потом другие листья уже набирают листьяные другие растения эти еще не никак не не могут начать выталкивать иголочки свои они еще и мягкие и не колючие да у лисеница растений так но есть растения хищники а вы видели кто-нибудь вы видели нет растения хищник видели какие как называть где вы видели пыль что ли а где увидеть патаническом саду на вот а по болотам не ходили под ленинградом там растут такие вот растения в виде который ловит комаров россиянка называется вот такая ладошка только вот такой личный сантиметр россияночка такая зеленый листик и капелька росы как бы как бы садится муха туда или комар оказывается это не капли росы а капли клея который вырабатывает это вот россиянка и после как муха села или комар потом начинается это вот так медленно-медленно им спешить некуда этим растениям они же не животные поэтому значит раз 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 закрывает ну через день наверное открывает фокус нету никакого ни комара ни мухи ничего их довольно много этой россиянка растет ленинградской области растение хищники ну и так далее вот наверно хищников надо в один класса не хищников россии в другой класс то есть надо классифицировать и это вот когда люди приступают к изучению предмета они всегда проводят классификации у вас какой предмет общественный значит обществу надо классифицировать как собираемся классифицировать какие мысли по каким признакам давайте так блондины и брюнет и да одеться такой принципе это нам для конфликтологии подойдет не подойдет то есть классифицировать можно но для конфликтологии это мало будет полезно как еще высокий низкий подойдет для конфликтологии. Тоже не подходит. Что-то вы так не рады. Ну какой принцип классификации взять? Куда отнести кого? К чему? Ну что, вы любуетесь с 7,5 миллиардов людей? Это немыслимо. Это никакой науки не будет. Там одни конфликты. И исследовать нельзя, потому что каждый может конфликтовать. Еще мы все эти конфликты будем разбирать, если это немыслимо. Поэтому это вопрос большой. Как классифицировать? Но мы с вами занимаемся какой наукой? Философией. Какой? Социальной. То есть социальная философия имеет определенные основы. У нас какая с вами философия? Идеалистическая или материалистическая? Материалистическая. А материализм, примененный к истории, то есть к обществу, взятому в движение, как называется? Исторический материализм. А если вот идеализм применен к рассмотрению истории, он называется исторический идеализм. Ну вот у нас таких исторических идеалистов полно, причем их два класса. Одни субъективные идеалисты, другие объективные идеалисты. Но никто так бы вышел и сказал, я вот субъективный идеалист, ни разу не видел. Сколько я и в науке нахожусь, и в образовании, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из этих граждан сказал, я вот субъективный идеалист, или объективный. Исторический идеалист, или исторический субъективный идеалист. Ну а тут мы, значит, понимаем, что позиция материалистическая позволяет к движению истории и к людям применить принцип классификации. Историко-материалистический. Но это только слова. А что, а как его применить? Надо придумать же, как применить этот принцип к обществу человеческому. Мы сами будем придумывать или сошлемся на тех, кто уже придумал и уже теорию разработал. Мы же все-таки на плечах предшественников находимся. Ну и кто разработал материалистическую теорию развития истории и, соответственно, материалистическую теорию классовой борьбы? Маркс. Маркс. С чего вы взяли? Вы с Марксом беседовали? Нет? Он вам не являлся так? Нет. А с чего вы взяли, что это Маркс? Мы у них никаких предметов его проходили, и у него проклассы. Ну, проклассы. Проклассы мало у кого. Значит, ну, я тоже готовился к занятиям, не только вы. Значит, можно я Маркса зачитаю? Маркса вы. Если я вам зачитаю Маркса, про то, кто придумал классы, может, вы согласитесь тогда с ним? Значит, Маркс пишет письмо Иосифу Вейде-Мейеру в Нью-Йорк из Лондона 5 марта 1852 года. Но вы позже родились. Ну, конечно, здесь правда, давно же было это дело, раз запомнишь. Вот он пишет следующее. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование класса в современном обществе. Это для вас зачитаю. Не принадлежит заслуга. Он отказывается. Вы ему вот говорите, вы, вы. Он говорит, нет, 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 нет. Не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование класса в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. вывод какой не маркс марс по крайней мере отказа может он просто скромнее чуть буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов фамилию могу назвать этих буржуазных историков которых вы можете потом набрал в своем телефоне и сразу там будет известно тьерри минье и гизо тьерри минье и гизо пока на этом я вот чтение остановлюсь и остановлюсь на том как дело было с открытием дело в том что буржуазные историки вот это открыли классы и эту борьбу то есть они дали научные классификацию необходимую для понимания истории на материалистической основе и было это преддверии буржуазной революции во франции французские буржуазные историки вот а полемизировали они при этом с французскими феодальными историками а что доказывали феодальные историки что поскольку надвигалась революция их задача была обосновать что руководить и обществом могут только образованные классы кто образованный класс феодалы а а вы крестьяне вы можете руководить как вы считаете вот феодальные историки что крестьяне и другие классы которые с измальства не готовится к тому чтобы руководить обществом не могут претендовать на роль государственного управления или деятели государственного управления а вот буржуазные историки подготавливая в идейном плане буржуазную революцию во франции доказывали что все могут руководить государством все из всех классов можно могут быть руководители государства и вообще надо сказать что сама сами требования и это основные положения буржуазной революции они так и носили всеобщий характер все то все должны быть свободны освободиться надо что пусть будет свобода для всех как понимали свободу буржуазные историки кто скажет товарищи конфликтологи что такое свобода скажите пожалуйста можно вас спрошу что такое свобода да очень хорошо господство над обстоятельствами сознанием дела а бур это вот это у определение маркса а буржуазия употребляла свободу как произвол что хотите то и делайте что хотите то и делайте это произвол или это осознанная необходимость дескать ну делать нечего осознайте эту необходимость и вы свободны и вот буржуазные историки основываясь на принципах материализма и применение этого материализма истории показали что на класс людей классифицировать людей надо следующим образом по положению материальном производстве по положению материальном производстве у вас какое положение материальном производстве имеется ввиду производство постоянно повторяющиеся общественное воспроизводство не то что сейчас цикл производства и все а все время же производится продукты да вот вы одеты я смотрю сумку у вас есть ручка телефон тут у вас предметов материального производства ибо и обувь у вас есть еще есть и у вас и тетрадку я увидел тоже тоже телефон телефон у него с других странах произведен это чего на вас работают эти к китайцы японцы южнокорейцы так так вот ваше положение в производстве какое материальном а очень не кушать не завтракали сегодня это положение материальном производстве как вы ли производитель потребитель ну вы потребляете сейчас тут я верю этого всего употребляйте ручку употребляется этого April, как вот в этом производстве renamez какая роль материальном потребитель а у меня а у меня какой роль то же самое потребитель но нет в говорит что наука стала непосредственно производительной силой сейчас вот Смотрите за мной внимательно. Сейчас я рот открою, и жареные ляпочки будут выскакивать. Такая убедительная теория, хотя у Маркса по этому поводу написано, что воплощаясь в основном капитале, то есть превращаясь в железо, наука становится непосредственной производительной силой. То есть сама по себе наука, просто всеобщая общественная производительная сила, она увеличивает производительную силу человеческого труда. Но сама по себе наука не может создать ни одного продукта. И поэтому люди, которые занимаются наукой, их материальное положение в производстве какое? То же самое, как вот ваше и мое, потребители. Так. Ну а как охарактеризовать положение в производстве? Вот наиболее полную характеристику положения в производстве дал Ленин в работе «Великий почин». Он там пишет, что классы – это большие группы людей. Остановку делаю. Что значит большие группы людей? Это сто человек, а там большие или маленькие, как вы считаете? Что значит большие группы людей? Кому-то кажутся большие, кому-то кажется маленькие. Милиционеры считают, что если бы 50 человек собралось, уже многое. Ну-ка расходитесь. Большие группы людей. На самом деле, когда мы говорим о классификации людей в обществе, то большие группы надо сопоставлять с размерами общества. Правильно? Когда общество может быть разделено на 2-3 всего такие большие группы. Вот большие группы людей, отличающиеся. Первое. По месту в исторически определенной системе общественного производства. Место мы с вами уже определили наше. Мы с вами потребители. Это плохо или хорошо? Для нас хорошо. Для тех, кто работает на нас, может быть, не очень здорово. А какое место может быть? Либо в деревне, то есть, либо в городе. Население ли в городе. Исторически определенная система общественного производства. Это или земледелие, в котором участвуют не только люди и машины, но и природа. В частности, солнце, земля. Земля участвует в сельскохозяйственном производстве? Участвует. Солнце участвует? Участвует. Еще как. Особенно в полеводстве. Ну, что касается животноводства, тут в меньшей мере. Хотя земля все равно средство производства. Все равно на земле это все ведется. Так. Второй признак. По отношению к средствам производства. Большей частью закрепленному или оформленному в законах. То есть, не обязательно оформленному. А важно, кто имеет собственность на эти средства производства, а кто не имеет. Кто подчиняет их себе, а кто не подчиняет. Вот. По отношению к средствам производства. Это второй признак. Третий признак. Третий признак. Пароли в общественной организации труда. Если вы придете на любое производство, вы увидите. Есть там исполнители, а над ними многочисленные тучи начальников. Начальники с самого верха и посредине, и непосредственно есть начальники. И так далее. Вот эти начальники выполняют роль организации производства. А есть люди, которые выполняют эти распоряжения начальства. Вот Маркс писал, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижёре. И вот, вот это очень важный признак. Одни исполняют, другие подчиняются. И ещё два признака. Это размер и способ получения той доли общественного богатства, которое располагает члены общества. Размер и способ получения. Наверное, вы знаете, что рабочих интересует заработная плата, а мастеров могут, или начальников участка, могут стимулировать за экономию фонда зарплаты. И тут сразу возникает противоречие. Противоречий много, поэтому вы без работы не останетесь, как конфликтологи. Там, где противоречие, там и вы. Так, ну вот пять признаков классов. Но читаем дальше, что писал Маркс. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. А буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. Вот то, что мы сейчас с вами говорили, экономическую анатомию. И вот это все сделали еще буржуазные экономисты. А дальше Маркс это для вас уже пишет. То, что я сделал, отлично вам, прямо от Вейдемирова и вам. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. И дальше три пункта. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. С какими мы об этом поговорим? Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третий пункт, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и общества без классов. Вот, так сказать, в чем видел свою заслугу Карл Маркс. То есть он довел борьбу классов, которые открыли французские буржуазные историки, до теории диктатуры пролетариата. И продолжил эту линию Ленина, которому сегодня день рождения как раз. Вот он эту теорию Маркса довел до совершенства. До теории показывал, что всякое государство – это орудие классовое. И что не может быть никакого общенародного государства. Может быть, либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. И тот, кто этого не понимает, либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Ну вот, а с какими фазами? Давайте пройдемся по этим фазам, тем более, что у нас с вами недавно состоялось занятие, посвященное общественно-экономическим формациям. Это и есть фазы развития общественного производства, правда? При первобытно-общенном коммунизме, в котором люди прожили 90 тысяч лет, были классы? Не было. Не было классов. То есть была общественная собственность, все совместно трудились, сообща распределяли то, что получено, и было социальное равенство. Но какое? Равенство в бедности. Так? Равенство в бедности. Потом, в связи с развитием производительных сил, появилась возможность одному человеку произвести столько, что не только достаточно для его прокормления, но можно и второго, и третьего, а потом и четвертого и далее прокормить. Тогда стала возможна эксплуатация. До этого эксплуатация невозможна. Вот, скажем, одно племя с другим боролось, завоевало его. Что должно делать оно с побежденными? А что оно делало? Убивало всех, потому что превратить людей, которые будут на них работать, бесполезно, потому что они могут прокормить только самого себя. А еще их охранять надо. А вот если они могут накормить себя, еще и хозяина, ну тогда возможно рабовладение. То есть рабовладение появилось только тогда, когда производительные силы развились настолько, что один человек мог прокормить больше, чем двух человек, два и более. Вот тогда появилась возможность и начинается преобразование общественно-коммунистической формации во что? вот первобытной коммунистической рабовладении. Вот происходит социальная революция. Как раз вот по этой теме у меня сегодня был представлен текст, который пока я временно завернул на доработку. Нормальный процесс, правильно? А вы специально сделали, что я посмотрел, что там такое. Потом вы делаете, скажем так. Пошутили, а потом написали хорошо. Так. Социальная революция. И вот появилась первая классовая формация. Сколько таких классовых формаций вообще бывает? Сколько их было в человеческой истории классовых формаций? Сколько классовых обществ? Считайте. Три. Рабовладение, феодализм и капитализм. Коммунизм относится, который вышел из капитализма, к классовым обществам? Нет. Некоторые думают, что социализм классов общества. Это правильно? Неправильно. Почему? Потому что социализм – это не отдельная общественно-экономическая формация, а просто низшая фаза или низшая стадия коммунистической общественно-экономической формации. Правильно? Коммунизм без классового общества, а социализм – это такое без классового общества, в котором еще деление на классы полностью не преодолено. Вот и всё. А преодолено деление на антагонистические классы, и поэтому дает возможность его считать тоже бесклассовым обществом, но полностью деление на классы не преодолено. Когда оно будет преодолено, это будет переход в высшую фазу коммунизма. Итого всего три классовых общественно-экономических формаций, и все они основаны на частной собственности. То есть, вот это всё социальное неравенство связано с частной собственностью на средства производства. И наоборот, переход к общественной собственности ликвидирует это социальное неравенство, хотя и не сразу. Скажем, общественная собственность позволяет этот процесс довести до полного уничтожения классов, и то есть до полного коммунизма дойти. Но классы разные. Вот классы рабовладельческого общества. Что для них характерно? Рыбовладелец имеет в своей собственности не только материальные средства производства, но и рабов, людей. А рабы рассматриваются как люди? Нет, никто их за людей не считает. Рабы никаких конфликтов нету. Но пока эти рабы не возьмут оружие в руки и не начнут восстания. И мы знаем, что были мощные восстания и самое крупное было восстание Спартака. И отголоски его в том, что и сейчас до сих пор некоторые спортивные команды называются Спартак. А раб как таковой и рассматривался как говорящие животные, как предмет. И поэтому этого раба на человека не считали. Не важно, кто он был, пока он не стал рабом. Может он был князем, может он был царем, это не важно. Важно, что сейчас он раб и должен выполнять то, что ему скажут. Очень хорошее общество. Для чего? Для того, чтобы одни, как мы с вами, освобождены от производительного труда, как рабовладельцы. Рабовладельцы сейчас бы сидели и слушали бы мои лекции. Правильно? Нормально. Потому что есть люди, которые за них работают. Есть люди, которые за нас с вами работают? Сейчас есть? Как нет? А кто это делает? Это вы делали. Одежду вы свою сделали сами. Приходите в следующий раз в том, что вы сами сделали. Мы посмотрим. И сумки сами сплетите, корзинки, кто умеет плести. Приходите, мы посмотрим, как это будет выглядеть. Телефон вы палочкой постучите, а сбоку мордой выучите и будете передавать. И вам никакие телефоны не нужны? Вон тем, кто в соседней аудитории, можно передать сообщение. Слушаем лекцию про классы. Так. А в чём заинтересован раб? Заинтересован он в повышении производительности труда. Он же главное говорящий орудие, да? Живое орудие. Он заинтересован в развитии производительных сил? Абсолютно не заинтересован. Почему? А потому что он сам орудие, он в собственности рабовладельца. Любой продукт, который вот им будет произведён, кому принадлежит? Ему или рабовладельцу? Рабовладельцу. Ну, а если любой продукт принадлежит рабовладельцу? Вот всё, что вы сделаете, будет принадлежать мне. Будете вы работать? Сомневаюсь. Всё, что вы сделаете хорошее, будет моё, а ваше – никакое. Вот, курсовую напишите, диплом – это всё моё. А вы ничего? Никто. Что это такое? Поэтому этот строй имел огромный дефект. Он тормозил развитие производительных сил. А производительные силы всё равно развивались. Средства производства, их же сидели люди толковые, выдумывали, уже были развиты науки, искусства. Люди придумывали, как сделать, скажем, машины, которые проламывают крепостные стены. Вот, как защищаться. Как сделать машины, которые кидают камни. Как построить водопровод, думали люди и так далее. То есть мысль-то инженерная уже работала, связанная как раз с отделением умственного труда от физического. И поэтому, когда, вроде бы, шло разрастание, укрепление, расширение рабовладельщих государств, вдруг они, эти рабовладельщики государства, набрав необыкновенную мощь, стали разрушаться под ударами каких-то менее развитых племён германских. А в чём дело? А в том, в чём дело, что эти германцы, когда они разрушали эти рабовладельщики государства, они не восстанавливали рабовладение. Они имели разделение на работников и тех, кто ими управляет, и тех, кто имеет этих работников в собственности. Но убить этих работников нельзя. Это во-первых. Во-вторых, у них другое уже хозяйство. Хозяйство основано на том, что вот вы, то, что вы делаете для меня, это вот на поле барском, для барина, для помещика, для феодала. А то, что делаете для себя, это вам выделяет место, хотя земля вся принадлежит феодалу. И вот то, что вы сделаете на этом поле своём, всё принадлежит вам. Так вы заинтересованы в повышении развития производства сельскохозяйственного? Естественно. А заинтересованы вы на барщине хорошо? Тоже заинтересованы. Почему? Не будете хорошо работать, отрежу эту землю вам. Потому что вы можете пользоваться лесом барским, можете пользоваться лугом, собирать грибы и ягоды в том лесу, который вам не прилежит, и пахать эту землю в своих интересах. Что вы будете сажать – это ваше дело. Что хотите – сажайте, что хотите – делайте, что хотите – убирайте, как хотите – это делайте. Но три дня в неделю будьте добры на барщину. И очень хороший строй. При капитализме потом долго надо докапываться – где прибавочный труд, где необходимый труд. А что тут? Всё ясно. Труд в своём хозяйстве крестьянском – это необходимый труд. А труд прибавочный – это для помещика. Всё, что будет создано во время барщины, кому принадлежит? Помещику. А стимул есть хорошо работать на помещика? Есть. Потому что иначе не дадут работать на своём маленьком участке. Поэтому феодализм оказался строем, который позволял быстро развивать производительные силы. И развитие пошло быстро. И феодальные государства и общества очень много создали. Скажите, пожалуйста, самые красивые здания, которые есть у нас в Венграде, в Санкт-Петербурге, построены. При капитализме или при феодализме? При феодализме. А? При феодализме. При феодализме. Потому что при феодализме… Ну, красивые старались сделать. Если вот вы помещицы… Потому что будете вы себе плохое здание делать? Правильно? А эти же только гонятся за деньгами. Им бы коробки наставить как можно ближе друг к другу. И как можно хуже их сделать, и как можно больше прибыли получить. Видите, как сейчас застраивают? Чтобы вам некуда было выйти. Не то, что в футбол поиграть. Да вообще пройти там еле-еле. Прямо вот так идет застройка. А как узнать, старое здание или новое? Ну, если не падает это здание и не рушится, это значит старое. А если оно рушится, значит новое. Вон, посмотрите на Исательский собор. Что вы с ним делаете? Ничего. Все хорошо. А Смольный собор. Красавец. А вот Екатерина подарила своему фавориту Потемкину. Улица одна Потемкинская, другая Таврическая. А тут Таврический дворец. Стоит, будто надо было первый конгресс коминтернов проводить. Стали искать, где проводить. Какие в Европе есть хорошие для этого помещения. Оказалось, самый лучший Таврический дворец. Там две тысячи человек помещается. Не скажешь. Его и не видно. Он, вроде, небольшой. Рядом пруд, вода, уточки плавают. Нет, нет такого гигантского какого-то. Две тысячи человек. Две тысячи человек в Мариинском театре. Кировском бывшем. Вот, то есть, вот, пожалуйста. Ну, это та же, кстати, театр-то недавно, давно сделан? Не недавно. А вот этот Мариинский дворец, где законодательное собрание. Что они сидят? Сидели бы буржуазные органы в таких домах, которые при буржуазном строе созданы. Нет, они сидят в феодальных домах. А зачем вы в феодальных сидите? А там красивее. А почему? Потому что соображение красоты для феодалов существенное. То есть, потребительная стоимость важна. А для буржуаза что важно? Стоимость. Забрать с вас деньги надо. Как можно больше. Это главное. Забрать деньги. Вот это чувствуется. Поэтому, ну, какие-то нормы выполняют. Но видно, что это не главное. Сам бы ел, да деньги надо. Мне деньги надо. Если я продаю для других, то мне важно, сколько я с вас получу. Не то важно, что я делаю. То важно, что я за это буду иметь. Вообще не важно, что я делаю. С точки зрения капиталистической стоимости. Совсем не важно. Но это для вас должно быть потребительная стоимость. Если вы не привыкли к этому, надо, значит, рекламу сделать. Вот если эта вещь очень хорошая, зачем ее рекламировать? И так берут. А что надо особенно рекламировать? Всякую дрянь. Потому что иначе эту дрянь никто не купит. А если долго рекламировать, купят. Зудят, зудят, зудят. И вот видите, вот, Марка, хватай, налетай. Мы раньше играли в куклы. Там девочка играет с куклой. А сейчас вы, пожалуйста, этих самых монстр хай. Соберите 12 штук монстров. Обязательно 12. Почему? Ну, чтобы родители заплатили за 12 кукол, а не со мной ходить. А потом будут пеппи, эти свиньи. Вот свиней нужно обязательно всю коллекцию собрать. Если одного не будет какого-нибудь, будет ваш ребенок ныть. Почему? Потому что он по телевизору знает. Ему показывали мультики, сколько должно быть пеппи и как их зовут. Прошли пеппи. Кошечки. Кошечки. Одно время продавали скелетоны. Скелеты такие, значит. Дети пусть играют в скелеты. Теперь еще в моде у детей. Что у нас есть? А вот эти вот, которые кровь пьют, кровопийцы. Как они в переводе на иностранный русский язык? Вампиры. Вампиры очень модные. Уже прямо любят этих вампиров. Никто еще не попался в вампира, который из него высасывал кровь. И это вот это и играют эти деньги. Это что такое? А деньги за это можно получить и быстро. Ну и так далее. Поэтому, если это что-то приносит деньги, оно распространяется, продается. Поэтому нельзя сказать, что это хорошо или плохо, если только мы оцениваем по доходу. Доход можно получить и за всякую дрянь. И наоборот. Может как раз затеряться то, что является прекрасным. Его никто не заметит. Так. Вот это общество. В этом обществе какие классы? Сколько классов в буржуазном обществе? Сколько? 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 Вы это скольки умеете считать? Больше десяти что ли? Там немного же классов-то. Сколько классов? Сколько? Два? Угнетатель и угнетаемый. А? Угнетатель и угнетаемый. Угнетатель. Это вот обобщенная категория. Угнетатель, угнетаемый. А что вы не хотите прямо сказать? Буржуазия и пролетариат, рабочий класс. А кроме буржуазии и пролетариата нету таких людей, которые имеют в собственности средства производства. Небольшие, да? Которые не классируют чужого труда, но товары производят и выносят на рынок. Да? Есть такие люди? Как они называются? Их много? Ну таких людей у нас много сейчас в России, которые, как их называют еще? Самозанятые. Или, вот у вас есть свое дело? Потому что то, что вы конфликтолог, это делом не считается. Вот у меня, меня спрашивают, у вас есть свое дело? Ну я вообще-то был директором ООО, редакция газеты «Народная правда». И собственником даже был. С капиталом 40 рублей. И у меня было 70% этого капитала. Я был крупнейший капиталист среди тех, кто имел другие доли в этом ООО. Но я покинул эти ООО. И теперь я... Так что я теперь не самозанятый? Я не занят вот преподаванием? Посмотрите на меня. Я преподаю или не преподаю? Я как-то пытаюсь защититься от этих вот угроз. Что я скажу, есть какие-то самозанятые? Вы сами заняты? Или вас кто-то занимает? Вам, может быть, сюда клоуна привезти, чтобы вас занимал? Что такое самозанятый? Есть же такое понятие? На самом деле, есть точное научное понятие для буржуазного общества, для третьего класса. Третий класс промежуточный между буржуазией и рабочим классом. Как он называется? Мелкая буржуазия. Вся сложность понимания этого понятия в том, что это не буржуазия. Потому что мелкая буржуазия – это не маленький буржуй, это вообще не буржуй. Мелкая буржуазия – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вот строгое научное определение. А почему же все-таки так называется? А потому что это такой хозяйчик, который мечтает стать настоящим буржуа. Правильно? Зачем он купил три козы? Чтобы разбогатеть, чтобы у него было 20 коз, потом он бы продал бы, купил бы какой-нибудь уже целый двор для производства козьего мяса и козьего пуха и козьего молока и стал бы настоящим капиталом. И не работал бы, а только бы собирал бы прибыль. Вот о чем он мечтает. То есть разве есть такой мелкий хозяйчик, который не хочет стать настоящим хозяином? Нет таких. Он же начал это делать ради чего? Ради обогащения. Ну и как перспективы обогащения? Какие перспективы обогащения у мелкой буржуазии? Никаких перспектив. Почему? Потому что крупный капитализм развивается. Идут процессы централизации, концентрации. И к чему это сводится? Ну вот если мы с вами конкурируем, кто-то из нас должен победить? Ну как вы думаете, кто из нас победит? Кто сильнее или кто слабее? Кто сильнее, кто-то победит. А вы, пожалуйста, поддерживайте тех, кто слабее. И эти тоже их поддерживают. Ну как поддержка? Вот наш дорогой Дмитрий Анатольевич все время поддерживает мелкий бизнес. Что это за бизнес такой, что надо все время поддерживать? Ну вот есть такие пловцы на море. Одни просто плывут и все. А других надо все время поддерживать. Что это за такие пловцы? Из чего вы это? Нам же говорили, что здесь вот все, полная свобода. Есть конкуренция. Если у нас была конкуренция и вы победили, значит, а я пропал. Значит, справедливо вы с точки зрения буржуазии, правильно? Ну у нас же честная была конкуренция. Вы же меня не били. Вы просто разорился и все. А вы не разорились. И что? Ну вы стали крупнее. А меня? Зачем меня поддерживать? В чем фокус-то, что надо поддерживать тех, кто разорился? Ну это что, у нас собес, что ли, или капитализм? Если капитализм, то это не собес. Если это конкуренция, так она позволяет тем, кто более эффективно ведет производство, выигрывать и развиваться. А те, кто не умеет, они куда падают? Они не вообще падают. А куда они падают? В ряды рабочего класса, в ряды пролетариата. Правильно? То есть будете, потому что самозанятые вот эти мелкие буржуа, они же не свободные. У них и какие-то там и топоры есть, и грабли, и вилы. А рабочим ничего ему не надо, он свободный, это самый свободный человек. Даже капиталист несчастный, у него фабрика, надо думать, как ее охранять, надо заключать всякие договоры, надо руководить производством, надо нанимать генеральных директоров или самому руководить. Лучше, конечно, нанять, чего самому руководить. И так далее. Ну, в общем, забот очень много. Потом надо смотреть котировки на бирже, нельзя ли купить какие-то по дешевке акции, чтобы потом продать и еще навариться, потому что главное же само вырастание капитала. В общем, забот у него очень много. А рабочий класс, никаких у него забот нет. А мелкобуржуазии, ну, ей не повезло. Пусть неудачник, плачет, почему ему не надо плакать. И вот все время миллиарды бросают на поддержку мелкого бизнеса. А на самом деле поддерживают его или топят? Ну, вот у нас ларьки стояли у каждой остановки трамвайной. Что с ними делали? Ну, вот Валентина Ивановна, дорогая, когда была губернатором, скомандовала разрезать эти ларьки. Пришли люди с болгарками и методично порезали эти все, и нет их. А вот еще один хороший человек приехал из Сибири и стал мэром города Москвы, товарищ Собянин. Сначала там расцвели эти мелкие буржуа. Везде, если поедешь в Москву, там не пробиться. Там к станции метро во всех переходах. Все, можно все купить. Все, можно купить, что есть на земле. Потом раз приехали бульдозеры, все оформили. Все бумаги у вас, все у вас по закону, и у вас все по закону, и вот бумажки, вот печати, вот подписи. У вас печати и подписи, а у них бульдозеры. И экскаваторы раз пришли, и все это выбросили. И все сказали, все освобождаем. Это тоже поддержка мелкого бизнеса. Какая поддержка? Мелкий бизнес. Короче говоря, мечтать может мелкий буржуа сколько угодно о том, чтобы стать буржуа. А вырастив и стать буржуа, это большая редкость. То есть единицы только прибираются. Более того, вот у Маркса в капитале показано, что для того, чтобы начать капиталистическое производство, нужен первоначальный капитал. Вы не можете начать вот с какого-нибудь маленького заводика, который бы делал маленькую доминную печь установить, и который бы немножко 2 килограмма чугуна выплавлять. То есть для того, чтобы начать современное производство, нужно огромные затраты. И есть первоначальный капитал. Размер первоначального капитала для начала капиталистического производства все время растет с развитием капитализма. Поэтому иллюзия, что кто-то, какой-то мелкий буржуа начнет производство, они в основном разоряются и пополняют ряды рабочего класса. Вот это настоящий средний класс. Если вы возьмете обывательское представление о среднем классе, то это обычно меряют по тому, сколько кто получает. Дескать, вот я профессор, получаю 55 тысяч рублей. А это больше, чем получает шахтер. Значит, я средний класс. Вот будете получать 60 тысяч, тоже будете средний класс и так далее. А, скажем, члены руководящего совета, управляющего совета наблюдательного Роснефти получают 28 миллионов в месяц. В месяц. Это уже никак. Вы это средний класс никак не назовете. Они вообще как бы не буржуазии. Это они считаются, они просто вот наши ставленники, это государственные чиновники экономические, которые просто такую зарплату им платят. А кто платит? Они сами себе. Почему? А потому что эти господприятия, они оформлены как акционерные компании. И они, значит, наподобие частных и действуют. А государство плана не имеет. То есть государственный сектор у нас 70% ВВП выпускает, плана нет. А сейчас есть отдельные, наметились национальные проекты опять. Любимое детище гражданина Медведева. Это значит, что деньги можно вытянуть с отдельных национальных проектов. Кому-то точечно дадут эти деньги от имени государства. И ничего единого и всероссийского нету. Нету никакого плана. Но есть закон о стратегическом планировании. И что? А ничего, он заморожен. Чтобы никто не вздумал составить план развития России и не понял, куда мы идем. Чтобы никто и не знал, куда мы идем или куда нас ведут. Вот такая картина. Так что вот структура буржуазного общества какая? Рабочий класс, буржуазия, мелкобуржуазия. И есть слой интеллигенции. Слой интеллигенции отличается от буржуазии? Отличается. Потому что его буржуазия нанимает и, так сказать, принуждает его работать много и за малую оплату. Это касается учителей, врачей. Это касается, так сказать, всех видов, так сказать, деятельности, которые не относятся к деятельности, которые, может быть, названы непосредственно предпринимательской деятельностью или деятельности по производству материальных благ. Все люди умственного труда – это интеллигенции. Или служащие, скажем, бухгалтер. И иногда он не проходит по ведомству, интеллигент. Почему? Потому что для того, чтобы считаться интеллигентом, надо иметь там высшее образование. Интеллигент – это носители знания. Есть работы, на которых вроде таких знаний много не надо, но труд умственные. Чисто контролировать, наблюдать, сидеть, смотреть, надзирать и так далее. И вот различия между людьми, которые выполняют эту работу, и рабочими – классовые. Между этими людьми и буржуазией – тоже классовые. Хотя классы они не образуют. Зато классы образуют те, которые отличаются от этого слоя. Вот такая получается картина. И так выглядит классовая структура современного общества. Более того, независимо от попыток так или иначе стимулировать этот мелкий бизнес, переход к монополистическому капитализму сначала привел к удушению огромного числа мелких буржуа, а потом что стали делать монополисты – повышать цены. Почему у нас цены растут? Во-первых, они у нас не растут. Не было такого акта ни одного, чтобы цены сами выросли. Вы видели, конечно, чтобы цена выросла. Их всегда повышают. А сами цены не растут. Это всегда действие людей, которые обладают правом повысить цену на то, что им принадлежит. Они их повышают. И монополист выигрывает от производительности труда. Он держит цену на том же уровне. А производительность труда уменьшает затраты на производство единицы продукции, поэтому прибыль начинает расти. Прибыль растет – раз. Во-вторых, монополист может взять и просто поднять цену на то, что у него есть, не наплевав на то, какие затраты. Почему? Потому что он монополист. А что значит монополист? Вам некуда идти. Если я монополист, вы меня будете покупать. У меня, спрашиваете, сколько стоит. Ни на какой рынок ходить не надо. Весь рынок закончился. Потому что удушение рынка – это одна из функций монополистического капитализма. Вроде рынок еще царит, но он уже подорван. И тогда, когда вырастают цены на продукцию, благодаря монопольному повышению цен или в силу монопольного повышения цен, становится выгодно производить даже то, что производится вручную. И снова возникают эти самые мелкие бизнесы и начинают в гаражах там тяп-ляп делать то, что делается на предприятиях капиталистических. То есть в этом смысле капитализм в своем развитии даже при переходе в империализм рождает снова, поддерживает этот слой мелких буржуа, все равно из которого выход один в рабочий класс и единицы в буржуа. Вот такая картина. Вот это мы должны понимать, поэтому тут одни сплошные конфликты. Как вы понимаете, потому что крупный капитал съедает мелкий, он не оформляет как конфликт, а просто говорит, ну что поделаешь. Так получилось. Ну вот если волк съел зайчика, ну что поделать? Ну не ест он капусту волк, не ест. Он ест только зайчиков. Лиса курочку съела. Ну она морковку же не ест, лиса, что вы хотите от лисы. Так что все нормально. Вот какие хорошие эти пингвины, такие хорошие, такие хорошие, прямо как люди. А потом они отправляются на то, на несколько месяцев рыбу ловить и набивают себе полный живот этой рыбой. Рыбе особенно хорошо, которая попала к ним в живот, а потом они приходят и своих детей этой рыбкой кормят. Какие нежные создания. То они хищники в этом смысле. А так симпатичный народ. Очень даже. Вот так обстоит дело. Так, вопрос есть по классам? Значит у нас сегодня была уже попытка подать документ, похожий на то, что будет на экзамене попытка неудачная, но полезная. Почему? Потому что выяснилось, что надо подпись ставить, потом надо с красной строки начинать абзацы, новую мысль начинать. Очень важно не заканчивать, не конец мысли показывать, а начало мысли. Чтобы человек вдохнул и начал читать. Это красиво. Иногда вот в сказке читали там красивые первые буквы. Но это не обязательно уж вам красиво делать, но бывает очень. А можете и поставить. Большие такие из них начинать. И закончили абзац. Абзац это что такое? Просто кусок текста? Нет. Что такое абзац? А? Мысль. Вот. Кратковыраженная мысль. Тезис. Тезис это кратковыраженная мысль. Вот поэтому мысль должна от мысли отделяться, а не сплющиваться или не слипаться мысли должны. Поэтому это очень важно. Естественно они разделяются. Если мысль одна из другой вытекает, то чего же там между ними непереходимая? Это как ледяные. Я пошел на Северный полюс и вот в первые промойны я уже не могу перейти. Что делать? Лодку надо было брать с собой. Вы мне советуете лодку брать для проверки ваших работ? Чтобы переплывать через протоку между абзацами. Значит никаких этих протоков. Вот и все. И определение, чтобы были точные. Начали посмотреть. До главного дошли определение. Ну что это такое? Революция. Революция. Это же слово высокое. А мы с вами разбирали политическая революция. Может вы устно скажете? Что такое политическая революция? Смена правящей. То есть смена. То есть вот был Порошенко, а сейчас будет Зеленский. Это революция? Это же смена. Радикальное следование. А? Это радикальное следование. реакционный класс, прогрессивный класс. Вот когда на место реакционного класса в результате переворота приходит прогрессивный класс, это уже не просто переворот, а революция. А если переворот состоит в том, что пришли другие люди из этого класса, это никакая не революция. Сколько бы там они ни говорили оранжевый, революция тюльпанов, роз и так далее. Это все пустые слова, прикрытие всяких разных переворотов. Вот это уже революция. Вот у вас сосед, обращайтесь к нему, он у вас научный консультант. Я утвердил. Так, вопрос есть ко мне? Политическая революция это переворот в области государственной области. Переворот, который приводит к тому, что политическую власть устанавливают прямо в противоположный класс. Причем обязательно прогрессивный класс по сравнению с реакционным. Потому что если у вас на место прогрессивного класса приходит класс реакционный, это контрреволюция. А вот социальная революция, уже в широком смысле слова, это период смены, переход от одной информации в другой. Вот, скажем, революция социальная произошла, когда произошел переход первобытного коммунизма в рабовладение. Но никаких таких захватов власти не было. Наоборот, когда состоялся этот переход, создали государство впервые, рабовладельческое. До этого государства не было вообще. Не было и стало. Вот в этом состояла революция. То есть социальная революция это период, который охватывает вот сам переход. Наконец, устаканилась формация. Тогда у нас сверху надстройка, под ней базис. А вот когда совершили социалистическую революцию, политическую, что? А в экономике что было? А в экономике буржуазии господствовало. Когда была национализация? В январе 18-го года. А когда построили социализм? То есть закончилась социальная революция только в середине 30-х годов. А до этого был переходный период. Некоторые все время путают. Вот говорят, в Китае. В Китае нет социализма. Нету там социализма. Нету. А страна социалистическая? Социалистическая. Какая страна называется социалистической, в которой победила социалистическая революция? Политическая. Вот и в власти там стоит КПК, которая считает, что она авангард рабочего класса и руководствует соучением маркхизма, леонизма, Мао Цзэдуна и дальше доходит до последнего. До Си Цзиньпина. И далее по списку. Да, и далее по списку. Она социалистическая страна. Это такая социалистическая страна, в которой социализм не построен. А КНДР – это такая социалистическая страна, в которой социализм построен. А что значит построен социализм? И это значит, он стал не полным, не развитым, не зрелым коммунизмом. С родивыми пятнами капитализма. Ничего такого праздничного тут нету особо этих этих родимых пятом тьма если люди этого не видят они обратно возвращается из социализма куда в капитализм что мы наблюдаем с вами всем я вас и поздравляю спасибо и